Братан отбил его О боже мой, на это ушел почти целый год, но у нас игроков ПК наконец-то появилась возможность поиграть в Monster Hunter Rise в формате Full HD и выше 30 кадров в секунду Я довольно много раз рассказывал об этой игре на канале, так что самое время мне действительно сесть и просмотреть ее Привет, ребята, я детеныш, и это мой настоящий обзор для Monster Hunter Rise на ПК Он вышел для коммутатора 26 марта 2021 года и только что вышел на ПК 12 января этого года Игра продается за 60 долларов США, но вы можете получить версию Steam дешевле и поддержать канал, используя мою партнерскую ссылку GamesPlanet в описании или прикрепленный комментарий ниже Хорошо, давай начнем с игрового процесса Охотник на монстров, эта серия, возможно, с одним из наиболее четко определенных игровых циклов в жанре, и Rise не исключение Ты получаешь свой мир-концентратор, где ты заботишься обо всем своем оборудовании и побочных вещах, а затем покидаешь этот мир-концентратор, чтобы отправиться на поиски, в которых в 90% случаев ты уничтожаешь большого монстра Этот монстр сбрасывает материалы, которые затем помогают тебе создавать еще лучшее оборудование И повторение этого цикла, это по сути опыт охотника на монстров Это звучит просто, когда все так упрощено, но здесь многое происходит Во-первых, у Rise есть серьезная настройка игрового процесса Просто возьми, к примеру, типы оружия, их 14, и они охватывают широкий спектр стилей игры Хочешь поиграть в самую простую игру, ну тогда ты можешь взять в руки длинный меч Хочешь поиграть в тяжелую защиту Возьми копье Хочешь сыграть в смесь того и другого Для этого есть меч и щит А ты хочешь дальний бой Ну что, вот лук и луковое ружье А потом, если ты хочешь чего-то совершенно уникального, попробуй охотничий рог или даже подстилку для насекомых Два моих личных фаворита У каждого из этих видов оружия есть целый набор улучшений, который позволяет получить более 18 различных окончательных форм, что составляет 400 потенциальных вариантов на выбор Это очень ошеломляет новичка, но сама глубина настройки здесь достойна восхищения Всегда есть что-то новое, что можно попробовать, или что-то классное, что можно создать И это тоже не просто оружие Ты получаешь полные комплекты брони, чары, навыки переключения, еду и целую систему приятелей, которая имеет свое собственное дерево навыков и снаряжения, а также может собирать материалы для тебя, пока ты охотишься на монстров Опять же, это много для новичков, и всплывающие окна с учебниками на самом деле не так уж полезны для полного раскрытия потенциала, лежащего в основе всех этих механик Мне потребовались часы проб и ошибок, чтобы привыкнуть к тому, как все работает, и как только вы начинаете Новая механика вводится с такой скоростью, которая, по крайней мере, не ошеломляет вас так сильно, как в начале игры Во всяком случае, видеоруководство на YouTube были намного полезнее, чем в игровых блоках текста, особенно когда речь шла о том, как на самом деле правильно использовать оружие, которое игра, вам не в малейшей степени, не помогает В любом случае, вся эта настройка была бы потрачена впустую, если бы бой не был хорошим Но здесь дело не в этом Это одна из тех игр, в которых ты действительно чувствуешь тяжесть всего этого, наносишь эти огромные атаки Получаешь абсолютные аплодисменты от монстра, в 20 раз превышающего тебя, или твой высокий клинок, отскакивающий от жесткой кожи монстра Ты действительно можешь это почувствовать в каком-то смысле И я обнаружил, что очень увлекся, точно так же, как в прошлом году с Нету, кричал, когда его ударили, или наклонялся к экрану, приземляясь к какой-то мега комбинации В это входит много мелочей, но в целом это довольно забавный материал Назови хотя бы одну из этих мелочей Проволочный жучок Это новое дополнение в Бриз, и оно в основном действует как своего рода крюк для захвата, позволяя вам карабкаться по стенам, а монстры летают по воздуху, и оно даже сочетается с большинством видов оружия для нанесения уникальных атак Это делает опыт более мобильным, более универсальным и менее неуклюжим И в целом это солидное обновление базовой нормы охотника на монстров И да, бой тоже сложный Может быть, не так много на раннем этапе Но как только вы попадете в более поздний квест хаба, становится намного важнее знать схемы атаки монстров Какие части тела наносят наибольший урон, и какая элементарная черта наиболее эффективна против этого Я ушел из ВАУ Эта игра довольно проста, когда выполняешь деревенский квест, чтобы удивить Я не думал, что это произойдет Один выстрелил в меня, когда выполнял задание верхнего уровня Несмотря на это, это никогда не было откровенно несправедливо Атаки обычно передаются по телеграфу довольно хорошо, и хитбоксы действительно хороши Моя главная жалоба в большей степени связана с общим дизайном миссии Было очень весело отправляться на охоту, открывать нового монстра, выяснять его причуды, а затем уничтожать его Но когда ты позже войдешь в игру, это сильно замедлится, и в квесте ты будешь охотиться на одного и того же монстра несколько раз, только с лучшей статистикой И если это квест высокого ранга, то также набор улучшенных ходов С одной стороны, да, это здорово, что монстры позже становятся лучше двигаться, но я хочу увидеть больше уникальных монстров полностью Не просто то же самое, а лучше Это действительно сводится к тому, насколько ты можешь справиться с повторением Нет сомнений в том, что Monster Hunter, Rise, повторяющаяся игра, но обычно это не так, учитывая все уникальное оружие, монстров и другую механику Вдобавок ко всему, только после того, как квест начал повторяться, заставляя меня охотиться на нескольких монстров одного и того же типа, или как правило, это было небольшое изменение по сравнению с предыдущим квестом, когда казалось, что опыт немного дополняется Это, пожалуй, продемонстрировано не лучше, чем в новом режиме Rampage На первый взгляд, это выглядит как классный вариант защиты башни по классической формуле охотника на монстров, но на практике это быстро стало моим наименее любимым типом квеста Из-за того, как долго они тянутся, они разделены на несколько волн, и в какой-то момент мы бросим в тебя монстровершину, который в основном является обычным крупным монстром, но с божественным количеством HP и целым набором движений с одним выстрелом Хуже всего то, что у них даже нет уникального оборудования для создания постфактума, и это кажется большой тратой времени Я тоже не был самым большим поклонником окружающей среды Всего их всего пять, некоторые больше других, но все они имеют относительно приглушенную цветовую палитру, которая на самом деле не позволяет ни одному из них выделяться на фоне остальных Все они как бы сливаются воедино, и становится немного скучно проходить одну и ту же карту в десятый, пятидесятый или даже сотый раз И этому тоже не помогает обстановка Отсутствие какой-либо значимой истории за пределами поверхностного уровня, это прекрасно Я имею в виду, в конце концов, это охотник на монстров, но на самом деле нет ничего, что могло бы заставить вас погрузиться в мир, персонажей, знания или что-то еще, кроме игрового процесса Самое большее, что ты получишь, это реликтовые записи и старые послания, которые являются предметами коллекционирования, найденными на каждой карте, но кроме этого ничего существенного Кого-то, возможно, не беспокоит этот аспект игры, но я нахожу это немного разочаровывающим Тем не менее, это не отвлекает от игрового процесса Мне все еще было очень весело проходить квест и тестировать новое оружие в одиночной игре, уничтожать огромных монстров с моими друзьями в многопользовательской игре и действительно просто выяснять, как все эти разные механики сочетаются друг с другом Два лучших мин Макса в моем снаряжении Хорошо, так что с этим покончено Я должен поговорить о порте для ПК, потому что да, сейчас это окончательная версия игры, по крайней мере, на техническом уровне, но она не обходится без некоторых проблем Во-первых, это все еще игра, разработанная для Switch 1 Street, и она абсолютно очевидна в нескольких областях Пиксельные текстуры, неровные модели персонажей, плоская листва, главное меню со скоростью 30 кадров в секунду, размытые ролики и всплывающие текстуры, вот лишь некоторые из вещей, которые я заметил Так что, хотя он все еще может выглядеть лучше, чем версия Switch, я бы не сказал, что его графика лучше, чем, скажем, недавний выпуск PS4 С другой стороны, производительность это то, где все становится действительно хорошо Я потратил десятки часов на эту игру, и у меня никогда не было проблем с частотой кадров или стабильностью, за исключением одного сбоя, который у меня был, когда я входил в многопользовательский квест Кроме этого, я безупречно запустил игру со скоростью 1440 кадров в секунду и 155 кадров в секунду без каких-либо сбоев или заиканий Это был маслянисто-гладкий опыт на протяжении всего пути Порт ПК также поставляется с множеством графических настроек для изменения, включая масштабирование рендеринга, параметры текстуры, несколько параметров тени, сглаживание, затенение с переменной скоростью и некоторые дополнительные графические фильтры Это последнее может показаться не совсем необходимым, но оно может сделать несколько классных скриншотов, так что, по крайней мере, это так Одним из недостатков здесь является то, что расширенные настройки недоступны до тех пор, пока вы не войдете в игру, и только после того, как у вас будет доступ к меню опций, то есть после завершения урока Немного больно, но, по крайней мере, после этого не проблема С точки зрения контроля, игра тоже солидная Большую часть моего игрового времени я проводил с контроллером Xbox Series X, но раскладка клавиатуры и мыши по умолчанию на самом деле довольно хороша Он интуитивно понятен, в нем много коротких путей, так что вы можете быстро добраться до своего снаряжения, и у меня не было бы проблем с рекомендацией этого макета для тех, кто не хочет идти по маршруту контроллера Так оно и есть Учитывая все сказанное, я дам Monster Hunter Rise на ПК 7 баллов, 5 из 10, солидная игра и солидный порт для ПК Monster Hunter Rise это увлекательная экшн-ролевая игра с четко определенным игровым циклом и горой вещей для настройки Бой приносит удовлетворение Есть масса различных видов оружия, которые можно попробовать И добавление новых функций, таких как ошибка с проводом, также вносит некоторые приятные изменения в качество жизни Тем не менее, кривая обучение крутая, и я не был самым большим поклонником режима Rampage или огромного повторения позже Это все еще очень забавная игра, и я бы рекомендовал ее тем, кто увлекается жанром, даже если вы новичок в серии Охотников на монстров Охотник на монстров Восстание продается в Steam за 60 долларов США, но вы можете получить официальный ключ Steam со скидкой 20, используя мою партнерскую ссылку GamesPlanet в описании ниже Это также относится к подарочному изданию, в противном случае игра также доступна на коммутаторе, так что проверьте ее, если вам интересно, и не забудьте подписаться на дополнительный обзор Я увижу вас, ребята, в следующем